Ну что, часто вы задавали вопрос, что скрывается под этой маской, если вы вообще смотрели то, о чем идет речь. Открывается под ней вот такая вот фриковатая тема. Пока посмотрите вот на то замечательное здание. Оно нам будет нужно, потому что я вам сейчас подставлю две фотографии, как оно выглядело до этого. И если мы присмотримся, то мы можем увидеть на этих фотографиях название Гранд Отель. Волшебным движением руки борода возвращается в свое прежнее состояние, дабы не шокировать людей таким непристойным видом. Вообще, на самом деле, сегодня у нас пойдет речь про игры кальмара начала 20 века. И у нас два раза уже срывало здесь съемку, вы не поверите. Мы это снимаем третий раз. Все для вас. Соответственно, почему же мы все-таки стоим здесь? У меня в руке вот такой замечательный путеводитель, который мне подарили после одной из экскурсий 27 года. Самый-самый-самый НЭП. Если мы откроем его здесь, ну, в тех местах, где описаны различные заведения, то вот, например, 11-я страница. Смотрите. В гостинице мобилированной комнаты и постоялые дворы. Дома, общежития особого назначения. Смотрим. Гранд-отель. Улица Гоголя, 18-20. Телефон 156-31. Номера рубль 3. От рубля до 3 рублей. Обеда 50 копеек. Полтора рубля. Хочется... Если посмотреть туда, то мы увидим, что дом 18 сменяется сразу же домом 22. Дома 20 по-малой морской не существует. Почему так? Потому что это здание было ликвидировано в ходе тотальной реконструкции. Раньше здесь было два дома. Как раз вот эта арка, она пролежала правому дому. Но после того, как их объединили, этот дом стал носить номер 18. Именно здесь Максимилиан Швейцар готовил бомбы для уже второго покушения на Вячеслава Константиновича Плебе, министра внутренних дел, которого они такие кукокошили. Но не в тот раз. Именно сюда за ним заехал на пролетке его подельник Дулебов и отвез на Старопетергофский проспект, где их ожидал Борис Савенков. Но главный бомбоментальщик Сазонов, Егор, он не пришел. И сейчас я начну свой рассказ вот с первой главы воспоминаний, которые печатаются в этой книжке. Я их периодически рекламирую. Ну, конкретно здесь идет речь про воспоминания Александра Герасимова. Оно называется «На лезвие с террористами». Он был начальником охранного отделения в Харькове. Ему было 44 года. В Харькове у него было все на мази, была поставлена работа с агентами. И, в общем-то, революционное настроение там ему удалось на тот момент подавить. А речь идет про 1905 год. Только что случилось кровавое воскресенье. 2 февраля он приезжает в Петербург по срочному вызову директора департамента Лопухина. Тот принимает его у себя в кабинете и говорит, что вы должны возглавить петербургское охранное отделение. Герасимов логично возражает, что для того, чтобы возглавлять столичное охранное отделение, нужно знать город как свои пять пальцев. А он, в общем-то, здесь абсолютный новичок. И он пригодится больше в Харькове. На что Лопухин ему отвечает, что это личное желание Дмитрия Трепова, недавно назначенного генерал-губернатором Петербурга, с неограниченными полномочиями. Герасимов, конечно, в небольшом шоке. Он выходит на улицу, видит последствия Кравоскресения, начало февраля, но еще они до сих пор чувствуются. Прокинутые тумбы рекламные, разбитые стекла, следы пуль на стенах и так далее. На следующий день Герасимов приходит на прием к Трепову прямо в Зимний дворец. Там, собственно, Трепову выделили помещение. И Трепов его принимает и говорит, что вы должны возглавить Петербургское охранное отделение уже сегодня. Вы можете это сделать? Он его спрашивает. На что Герасимов, соответственно, говорит, что мне надо сдать дела, мне надо перевести семью. Трепов нетерпеливо его спрашивает, сколько вам на это нужно времени. Герасимов отвечает, ну, хотя бы недели две. Он говорит, ну, все, две недели максимум, и, соответственно, через две недели на том же месте тоже час. Герасимов сначала хотел, конечно же, отказаться от этого, потому что он прекрасно понимал, с чем ему здесь придется столкнуться. Пока можно посмотреть на гостиницу Англитера. Я уберу книжку, дабы потом достать другую. Гостиница, кстати, тоже новодельная, но я об этом говорил уже во время своей предыдущей экскурсии. Кстати, о птичках. Почему мы сегодня затронули эту тему? Потому что очень часто бывает так, что когда мы гуляем по городу такой сплошной видеопроходкой, мне, естественно, не удается раскрыть не то, чтобы какую-то тему, а даже какое-то событие, более подробно о нем рассказать, потому что не хватает времени. Меня иногда за это критикуют. Ну, понятно, я делаю. Типа, не знаю, я пришла посмотреть про то-то, а тут про то-то всего-то 5 минут, а все остальное про другое. Ну, сорян, ребята, как бы невозможно впихнуть невпихуемое в довольно короткий формат. Поэтому вот сегодня мы будем говорить исключительно про одно событие, имевшее место в начале 20 века, и будем на него смотреть с двух противоположных сторон. Со стороны преступников и со стороны тех, кто за этими преступниками гонялся. Это крайне увлекательная, полудетективная история, абсолютно кинематографичная. Что такое охранное деление? Я иногда очень с натяжкой, конечно, но сравниваю его с царским фрисбе. Хотя это, конечно, не совсем точное определение, но чтобы хоть как-то вы понимали значимость данного учреждения. Герасимов приходит к Трепову через две недели, он приезжает из Харькова, находит его в состоянии полуобращном, он бледный, с трясущимися руками, потому что в этот день убили великого князя Сергея Александровича в Москве. Иван Каляев бросил бомбу, и князя разорвало на куски, как шутили циничные москвичи. Наконец-то Сергей пораскинул мозгами, потому что от Сергея действительно ничего не осталось, от великого князя. Трепов был правой рукой Сергея, его протеже, он был, соответственно, в Москве при нем, и именно по его протекции его назначили генерал-губернатором в Петербурге, в Петербург, в столицу Российской империи. Это не то, что... Это почетный, крайне ответственный пост. И он говорит, что по... Трепов говорит Герасимову, что, по моим сведениям, в город прибыла группа, состоящая из больше, чем 20 человек террористов, которые замышляют убийство меня, возможно, великого князя Владимира Александровича, еще бог знает кого, и вам нужно их срочно поймать любой ценой. Герасимов, ошеломленный, приходит в здание охранного деления. Как он пишет, это был большой дом на Мойке. Он не пишет адрес, это мы знаем этот адрес, это Мойка 12. Это дом, где сейчас располагается мемориальное музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина, потому что он, собственно, там умер, это его последний адрес. Но в то время никакого музея Пушкина там не было, это был жилой дом, который продолжал сдаваться под разные цели. И вот, например, его сдали охранному делению. Более того, в этом же доме была тюрьма. Предвариловка, где, например, сидела Теркова Вильямса рядом. Я об этом рассказывал в ходе отдельной своей видеопроходки. Привезал. Как ее там кормили обедом из соседнего ресторана. То есть, представляете, какая история у здания, о чем мы даже с вами не догадываемся. Пойдем здесь, пройдем. Почему мы гуляем еще по этому скверу, понятно, да? Будет речь идти про взрыв гостиницы Бристоль. И вот я хочу вам процитировать Набокова из его произведения «Другие берега», где он пишет «Слева от Мариинской площади». Мариинской площадью раньше называлась, соответственно, вот та площадь, потому что это Мариинский дворец, там заседал Государственный совет. Между ней и великолепным, но приедающимся Исаакием, то есть, для Набокова Исааки был приедающимся. То есть, люди сейчас приезжают со всего, ну, сейчас уже не мира, да, но со всей страны, как минимум, раньше они приезжали со всего мира. Возможно, когда-нибудь таблетки через ссать, он и опять начнут приезжать со всего мира, когда эта вся буча закончится. Если она когда-нибудь закончится, на что хотелось бы, конечно, надеяться. Но вот для Набока он был приедающимся. Почему? Потому что он жил здесь за углом, на Маломорской, буквально через несколько домов, там дом, где родился наш великий писатель. Белл-сквир. Там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомысля перепаковке смертоносного свертка, снятой им комнате недалеко от площади. То есть, это ухо террориста нашли примерно здесь. Вылетело оно вот оттуда, где сейчас находится в гостинице Астория. Ну, об этом разговор впереди. И вот Герасимов, ошарашенный, заходя, соответственно, от охраны отделения, находит там полный бардак. Там снуют люди какие-то. Он видит какое-то гражданское лицо, с которым разговаривает офицер и говорит, это кто? Говорит, это секретный агент. Тут в шоке, говорит, вы что, секретных агентов встречаетесь здесь, в охранном отделении, не на конспиративных квартирах? На что ему отвечает офицер, да вы не переживаете, это совершенно незначительный секретный агент, тем более он еще и врет постоянно. Ну, тут Герасимов просто, у него челюсть падает на стол. Он переходит к свой кабинет, садится на этот самый стол за пустой и говорит, я в этот день провел бессонную ночь, потому что я понимал, что в городе действуют террористы, они замышляют жизнь на высокопоставленных лиц и все, что он может им сказать, что если вам дорогая эта самая жизнь, то, пожалуйста, сидите дома и не высовывайтесь, потому что я ничего в данный момент не могу сделать. Три недели прошли в напряженном ожидании, пока через три недели его не разбудили. ночью, в 4 часа утра, он приехал вот сюда. Здесь прогремел взрыв в гостинице «Бристоль». Он пишет, что вот там было 26 окон, все 26 окон были разорваны, и как это происходило, я покажу вам. Он зашел в 27-й номер, его встретил совершенно бледный, с трясущимися руками владелец гостиницы, и Герасимов пишет, что у развороченного окна отдельно лежала рука, сжимавшая какой-то металлический предмет, картина, которую он не может забыть. То есть он писал это в свои воспоминания в эмиграции в Берлине, прошло много лет, но вот эта картина, как живая, стояла у него перед глазами, и речь идет на самом деле не про какого-нибудь там маменькиного сынка, а, в общем-то, про человека, который отвечал за охрану собственно государственного строя. Выяснилось, что в этой номере проживал англичанин Маккулан, очень красивый, жизнерадостный человек. Понятное дело, что это был фальшивый паспорт, понятное дело, что он может быть даже был не англичанином, и это правда. Герасимов, естественно, понял, что взрыв произошел во время зарядки взрывного снаряда, во время бомбы. Дело в том, что схема этой бомбы, она, собственно, не менялась со времен Кибальчича, который ее придумал еще во времена народной воли. То есть основная часть составляла гремучий студень или динамит, точнее, динамит или гремучий студень, потому что гремучий студень это такое народное название. Дальше была такая называемая гремучая ртуть. для того, чтобы ее привести в действие, нужно было поджечь смесь сахара с одним химическим элементом, а для того, чтобы это поджечь, нужно было, чтобы туда вылилась серная кислота. Чтобы вылилась серная кислота, ее нужно зарядить стеклянную трубочку в две, вставить, и когда ты роняешь этот метательный снаряд, трубочка ломается, серная кислота выливается, распламенение, взрыв гремучей ртути, и та уже взрывает динамит. То есть, это происходит мгновенно. Так вот, когда, соответственно, заряжаются эти трубочки, это самая опасная процедура. И этим очень любили заниматься именно в гостиницах. И Покатилов, который взорвался в Большой Северный, об этом я отдельно расскажу как-нибудь, это нынешняя гостиница Октябрьская напротив Московского вокзала, уже это было. И Максимилиан Швейсер, о чем мы будем сегодня говорить. Дора Бриллиант занимался этим в гостинице Боярский двор на Никольской. В общем, вот любили они гостиницы, как, например, Гранд Отель, существовавший, заметьте, еще даже в советское время, в Неповское, именно туда, кстати, не пустили мистера Фристера. Улица Гоголя, третий подъезд, не отвечает гостинице мест. Кстати, улица Гоголя, название это появилось еще до революции, потому что там действительно Гоголь жил, и вот историческое название было возвращено уже только в наше время. Вот на этом самом месте было совершенно другое здание, трехэтажное. Если мы посмотрим сюда и подставим фотографию прошлых лет, мы увидим конкретно этот фасад, потому что мы еще будем видеть фасад по Большой Морской, чуть попозже, с выбитыми стеклами, видна надпись Бристоль. Здесь эта самая гостиница Бристоль и располагалась. И после того, как, соответственно, был найден паспорт этого Кулана, у Герасимова наконец-таки появилась завязка. То есть, у него появился хоть маленький трамплинчик для того, чтобы начать свои исследования. И, ну, давай развернемся. Мы сейчас покажем, как, например, этот дворец выглядел раньше, а я тем временем достану другую книжку, которая нам сейчас понадобится. Выглядит она вот так, совершенно потрясающе. Ну, это обложка 90-х годов, почему-то Ума Турмом «Женщины-террористы и бескорыстные убийцы». И здесь нас интересуют воспоминания о Просковье Ивановской. Это вообще на самом деле народоволка, которая участвует еще в подготовке покушения Александра Второго. Потом заехала в Сибирь, потом оттуда бежала и, в общем-то, примкнула, уже будучи в пенсионном возрасте или, скорее, в предпенсионном, хотя Савенька подписывает ее как милую старушку, к партии эсеров, к ее боевой организации. Это была специальная структура в рамках партии социалистов, революционеров сокращенной СССР, которая, собственно, и занималась террористической деятельностью. Самый первый ее успешный проект был, когда вот сюда, я отдельно об этом рассказал, в это здание в 1902 году пришел Степан Бомашов и застрелил здесь министр внутренних дел Сипягина, на смену, собственно, к которому и пришел Плеве. Но Плеве они тоже смогли убить с третьей попытки. Сначала они пытались его убить возле охранного отделения, потом, как я уже сказал, в Гранд-отеле швейцар собирал бомбы, но тогда не получилось. И третий раз они все-таки его взорвали. Швейцар собирал бомбы уже в гостинице Северная. Возле Варшавского вокзала это произошло. До этого они убили, как я уже сказал, Сергей Александрович Иван Коляев. И эта боевая организация, она постоянно пополнялась соответственно новыми людьми. Почему? Потому что Ивановская пишет, вот зацените соответственно пассаж. Успешное оконченное дело Плеве, успешно оконченное дело Плеве, вот так в таких красках, такой риторики, такой риторикой мы сталкиваемся, когда говорим про убийство министра внутренних дел Российской империи. Вызвало общий подъем сразу принесший много новых работников, вошедших и желающих вступить в боевую организацию. Эти малоизвестные искренние люди, девушки, юноши в огромном строительстве будущего желали быть в лучшем случае простыми каменотесами для возведения свободного и нового царства, царства любви и братства. Вот, царство любви и братства должно быть построено этими каменотесами, которые готовы были сами умереть. И для этого, для того, чтобы построить это царство, нужно было убить одного, двух, а лучше пачку высокопоставленных лиц. И, например, одним из таких персонажей, одним из таких каменотесов, но, правда, был их уже, бравых ветеранов, был Егор Олимпович Дулебов. Это человек, который уже успел застрелить в Уфе, генерала, губернатора Богдановича. И, собственно, он участвовал во всех покушениях, устроенных боевой организацией эсеров. Он был одним из ведущих специалистов отряда Савенкова, Бориса Викторовича. И он, соответственно, в тот момент приехал уже под начальством Швейцера. Максимилиан Швейцер был сыном богатого еврейского банкира из Смоленска. Он окончил местную гимназию, затем поступил в Московский университет. Ну и, собственно, там он в этом Московском университете, как вы понимаете, и революционизировался, потому что там он познакомился с навигальной литературой и по этой лавочке, по делу отопольной типографии уже заехал первый раз в Симику. Надо сказать, что был он хлюпик доходяга, но вот как Суворов в свое время сделал себя сам, тоже был хлюпик доходяга, так и швейцер, он занимался с гирями, гантелями, он бегал, плавал, он качал пресс и, в общем, достиг своего. Он стал очень сильным, стройным мужчиной, все это отмечали, его стройность и силу. и он точно так же интересовался всеми техническими новинками, электричеством и всем таким прочим. Электричество это прямо модный тренд начала 20 века. И по этой лавочке, конечно же, он стал интересоваться всем, что связано с изготовлением бомб и взрывных снарядов. Так, в Париже в 15 округе в районе Грюнель на улице Грамм они организовали конспиративную квартиру. Он там поселился по паспорту торговца сливками греческого. И там он обучал динамикному делу будущего убийцы Сергея Александровича Ивана Коляева, доробриллиантную упомянутую. А Боришанского, который участвовал тоже в покушении на великого князя Сергея Александровича, тогда он сдриснул. Савенков пишет, что они как-то шли после первого неудавшегося покушения, когда Коляев пожалел великого князя Сергея Александровича, увидит, что он едет не один, а со своей супругой Елизаветой Федоровной и двумя приемными детьми Павлом Дмитриевичем и Марии Дмитриевной, о которых у меня есть две отдельных лекции. Бизнес Марии Дмитриевной и любовник Кокошу Нель. Можете посмотреть у меня на канале. Дмитрия Павловича и Марии Павловны, извините, все. У меня сегодня уже экскурсия просто прошла, и до этого было 10 экскурсий, сегодня 10 мая, и я уже, мне просто словарный запас иссякает, потому что я каждый день говорю много-много-много слов. Да, и вот тогда Боришанский, соответственно, шел-шел с этой бомбой, сказал, я сейчас ее уроню. Ну, Савенков ее подхватил, потому что, я же говорю, бомба вот падает и взрывается. Но ничего, потом, спустя какое-то время, Боришанский пришел и застрелил губернатора Москвы Долгоруковая в доме полисмейстера, который располагался на Тверском бульваре, где сейчас находится Махат, который москвичи называют крематорием. Такое красивое здание, в кавычках, да, брутального характера. Ну, об этом я отдельно расскажу, когда, может быть, сниму экскурсию. У меня там есть отдельная экскурсия от Маяковского до современного посольства Украины, где, кстати, тоже совершился теракт уже в советское время. Там анархисты взорвали собрание большевиков. И там даже висит мемориальная доска, но она очень плохо видна, потому что там огромный забор с колючей проволокой. Его скрывает. Там же был, например, Моисеенко, известный деятель Серовский, который в 18-м году погиб, знаете, от рук кого? От рук Колчака. Ну, не его конкретно, да, от колчаковских сатрапов. Они его убили там в Сибири. То есть, на самом деле, видите, какие терки, да, вроде как бы разные лагеря, а как их все сводят в антибольшевистском пространстве. Вот, сам Савенков там тренировался эти бомбы собирать. Ну, и вот, и Дулебов тоже там участвовал. Дулебова Прасковья Ивановская описывает следующим образом. Коренастый, плотно сбитый, со смекалистым лицом крестьянина, добрыми, голубыми глазами, прямой и бесхитростный. Петруха. Так, это кличка его очередная была. Он там был то Агапов, то Петруха, да. Добрый, голубие глаза у человека, который уже застрелил губернатора и который возил с собой бомбы в пролетке и на самом деле, собственно, один раз тоже чуть их не зарвал и несколько раз, проездившись заряженными бомбами экипажа при любом толчке мог уж не зарваться, Петр возвращался неузнаваемым, сосунувшимся лицом с глубоко запавшими глазами. собственно, не мудрено. А швейцар тем временем поселился в гостинице Бристоль и сначала они выслеживали Дмитрия Трепова. И тут он встречается с Савенковым и говорит, слушайте, есть прекрасная оказия. Мы тут, когда выслеживали Трепова, выяснили передвижение министра юстиции Муравьева. А не шлепнуть ли нам Муравьева? На что Савенков говорит, да конечно, швейцар, а вот как поступит, посмотрит на этот центральный комитет? А надо сказать, что основа любой партии это, конечно же, жесткая дисциплина сверху вниз. Есть центральный комитет, который вам говорит, что делать, что не делать. Центральный комитет сказал, мы готовим покушение на Трепова и баста. А тут Муравьев подворачивается. Савенков говорит, если есть возможность убить Муравьева, надо убить Муравьева. Ну, в общем, несмотря на то, что один из представителей центрального комитета Тюкчев, его была фамилия, не одобрил этот план, они, тем не менее, им занялись. Муравьева спасло то, что он ушел в отставку. Вовремя Муравьев, этот самый, присутствует на портрете заседания государственного совета, который писался вот в этом здании Илье Ефимовичем Репиным и с его двумя помоганцами. И на этом полотне присутствует на самом деле большое количество поставленных лиц, которые были либо уже убиты, либо на них совершались покушения. Но я об этом рассказывал отдельно. Там, например, одной из центральных фигур как раз является плеве, стоящей спиной к зрителю. Там есть и Сергей Александрович Укакошенный, там есть и Игнатьев Укакошенный, там есть Игита, на которого покушались, Бубинаусов, на которого покушались, и еще там несколько замечательных ребят. В общем, Уравьева это спасло. Потом швейцы говорили, ой, вы знаете, а еще мы тут случайно выяснили график продвижения великого князя Владимира, а не шлифнуть нам его. В общем, короче, вот так вот они по такому принципу действовали. но в итоге Швейцар выясняет, что 1 марта 1965 года будет ослужена торжественная панихида, которая на самом деле совершалась каждый год в память об убиенном царе-освободителе Александра II. В Петропавловском соборе, естественно, там, где Александр II похоронился со своей супругой. И на эти замечательные в кавычках мероприятия съедется, ну, туда приедет, во-первых, сам Трепов, во-вторых, туда приедет великий Валдимир Александрович по понятным причинам, в-третьих, туда приедет министр внутренних дел Булыгин и его товарищ Дурново. Товарищ это не друг, товарищ это заместитель. Булыгин известен тем, что он пытался замутить Государственную Думу еще до 17 октября 1945 года, когда она была учреждена, она даже получила название Булыгинской, Булыгинская дума, но этот проект весенний 1905 года так и не был осуществлен. И для того, чтобы всю эту, значит, свору поганую убить, надо было, по мнению швейцера, снарядить 20 бомбометальщиков. 20, представляете, 20 бомбометальщиков нужно было снарядить. Для этого нужно было сготовить 20 бомб. И он решил их изготовить вот здесь, вот в этом самом здании, которое раньше располагалось на месте гостиницы Астурия. Ну, 20 бомб сделать, это одну-то бомбу сложно сделать, да, вот, когда убили Александра Второго, точнее, смертельно ранили, да, а то я не сдам лицензирование, нельзя говорить, убили, и вот, ну, ну, его смертельно ранили, ну, собственно, по сути, убили, потому что его фактически оторвало ноги и через два часа стал номер от потери крови в зимнем ворце. Да, так вот, там изготовили четыре бомбы, целая бригада людей работала, да, три мужика, верни, Николайя Фигнерами там помогала жестянки резать, и они смогли за одну ночь сделать всего лишь четыре бомбы. Перовская говорила, что было бы пять бомб, так как, в общем-то, она бы сама бросила, а так четыре бомбы, ментальщика, четыре бомбы, а тут двадцать, двадцать, которые должен сделать один человек, можете себе представить. Должны они были приехать в Петропавловскую крепость по Троицкому мосту, как раз недавно возведенному, это была первая такая постоянная переправа на Петроградку, после чего цены там взлетели катастрофически, отсюда все эти особняки типа Кшестинской, и дальше там вот по проекту Вериха построен особняк Венасовский дом 5, который присмотрела жена Сергеевича Витте, Матильда, умная баба, сразу поняла, что тоже надо прикупить его там, и Витте, собственно, там и проживал, там мемориальная доска не висит. И вот надо их подловить, но двадцать человек на мосту не поставишь, потому что они просто тупо как бы будут бросаться в глаза, тем более, даже когда они убивали Плеве, они, соответственно, соблюдали дистанцию в 40 метров, это для того, чтобы, ну, если вдруг одна бомба случайно взорвется, чтобы не взорвались все остальные тут же, да, вследствие детонации. Швейцар, соответственно, перед тем, да, они выслеживали, вот все эти ребята, они выслеживали этих всех чиновников, Агапов вот в этом участвовал, как я уже сказал, под кличкой Петруха, швейцар носил подпольную колякуху, пойдем здесь пройдем, Леопольд. Встречались они, кстати, в летнем саду, и вот их последнюю встречу, например, описывает, она таким образом, когда они уже поговорили, он, во-первых, говорил, завтра успех несомненен, это будут лучшие поминки первомартосом, ну, действительно, лучшие поминки первомартосом, когда вот в четырех закопоставленных лиц просто можно грохнуть. И она пишет, на повороте аллеи, к выходным воротам, он в последний раз с особенно трогательной нежностью пожаловым руки, и синие, чистые глаза, на мгновение подернулись дымкой, но он быстро овладел собой и направился к выходу из сада. Опять-таки, синие, чистые глаза, я так понимаю, добрые, бездомные. У всех у них были добрые глаза, у всех они были синие и чистые. Я нисколько, на самом деле, конечно, не идеализирую правительство, но вот как бы, понимаете, вот как патетика и грамотно написанная вещь влияет на восприятие действительности. А это публиковалось даже в Советском Союзе, с купюрами, конечно, публиковалось. Вот. пришел он сюда с этими синими чистыми глазами, и что было дальше, вы уже знаете, да, разлетелся на Карпуску. Надо сказать, что швейцер и до этого уже бывал в такой ситуации. Один раз Савенков пишет, что он заряжал бомбу, делал деламид из, как он пишет, некачественных российских химических реактивов, то есть даже в этом они предпочитали все-таки зарубежное сырье. Видите, как меняются эпохи, а отсутствие меня, некачественной. И увидел процесс разложения желатина, стал, что могло привести к взрыву, взял курсин с водой, стал лить, эти брызги шипящиеся стали капать ему на тело, обжигать его, в общем, труба. Другой раз он чуть не потерял глаз при тоже микровзрыве, в общем, дело было небезопасное. Но вот здесь швейцам не повезло, пэм-пэм, значит, рука в одну сторону, ухо в другую, вот. И это, собственно, спасло всех вышеперечисленных ребят, и Булыгина, и Трепов. Но Трепов, кстати, потом сам умер, Трепов пошел в историю тем, что во время кровавого воскресения он отдал приказ патронов не жалеть. Есть знаменитая страница из журнала, по-моему, пулемет, ну, тогда было огромное количество статистических журналов, у меня скачан пак, архив огромный, много гигабайт, где они все по годам у меня, собственно, сканированные лежат, мне просто руки не доходят, и времени хватает, чтобы там частично хотя бы их все просмотреть. Но это крайне интересно, все эти карикатуры, стишки и так далее. Да, и там, соответственно, манифест 17 февраля 65-го года, даровавшие там свободу вероисповедания, свободу печати, свободу собраний, соответственно, отсюда появились партии, и такая кровавая пятерня, значит, губернатор Трепов руку приложил. Соответственно, конечно же, за это его собирались убить, но не срослось. Так вот, история на этом не закончилась. Были моментально арестованы фактически все участники этого покушения, потому что их сдал Николай Татаров. Это был член Северской партии, который заехал в Сибирь по отделу нелегальной типографии. Он был сыном архиерея священника Варшавского Федерального собора. И, сидя в Сибири, ему там такой деятель тайной полиции Рачковский предложил сотрудничество, деньги, ну и освобождение отсылки. Но что-то Татаров пошел, приехал сюда, его внедрили в партию, ну и он быстренько всех сдал. Благодаря чему, собственно, Герасимов их арестовал, этот день получил название «Букден русской революции». Ну, под «Букденом», потому что наша армия потерпевала скурсовное поражение от японцев. А японская тема тогда была крайне актуальна, потому что русско-японская война идет, и заметьте, что идет русско-японская война, а бравые революционеры убивают высокопоставленных чиновников, руководивших государством, и планируют убить их еще больше. И это все воспевалось потом в определенной идеологической системе. если мы посмотрим, соответственно, ну, давай дальше пойдем, потому что лучше с другого ракурса посмотреть. Просто как раз вот с этого ракурса будет видна гостиница «Бристуль», существовавшая раньше на этом месте. Ой, давай быстренько перейдем вот на этот островок безопасности. Вот здесь можно подставить картинки, ну, во-первых, фотографии той эпохи, где видна на самом деле надпись «Бристуль». Ну, и еще пару будет иллюстраций, как вообще эта местность выглядела еще даже аж в 18 веке. Это тот же самый дом, который потом просто изменился. Ну, а потом уже по проекту замечательного архитектора Федора Лидвеля, вчера я про него рассказывал на экскурсии на Петроградской стороне, была построена гостиница «Астурия». Так сказать, уютная квартирка Зиновьева Григория Федоровича, который тут жил и ходил на работу вот сюда, напротив. Недалеко ему было. Значит, в процессе слежки за этими дорогими друзьями Герасимов выяснил, ну, не он конкретно, а его филеры проследили одной из подозрительных лиц, которая понесла чемодан одному из высокопоставленных лиц как раз на Морской улице. Герасимов, естественно, да, и этот чемодан, судя по всему, предназначался для его племянницы, дочери якутского губернатора Татьяны Леонтьевой. Это была молодая девушка, очень красивая. Опять-таки, вот здесь есть описание ее, что она была стройная как березка, блондинка с голубыми глазами, мечта поэта. У них все голубые глаза. Да, у них голубые глаза, у всех что-то, и бездомные, и добрые, добрые, и бездомные. Вот, этот чемодан предназначался для нее. Сама Татьяна Леонтьева, как потом выяснилось, приходила сюда, в эту гостиницу Бристоль, к Швейцару, забирала у нее всякие свертки, как раз спросила этому самому поставленному лицу, которое было приближено ко двору, участвовало, соответственно, там, в балах, приемах и так далее. Герасимов снаряжает туда, к нему, ну, розыск, чтобы изъять этот чемодан, а ему говорят, этому офицеру и охранному делению, что, типа, что это такое, я тут, типа, живу, а вы тут всякие полицай ходите. И не отдал чемодан. Ну, Герасимов размущен, то есть мы тут гоняемся за государственными преступниками, которые замышляют, может быть, даже покушение на царя, а, значит, тут вот какая-то тварь не дает ему исполнить его прямые должностные обязанности. В общем, второй раз тот пришел и изъял у него этот чемодан, и он оказался полностью набитый динамитом и всеми приспособлениями для изготовления бомб. И выяснилось, что, оказывается, Татьяна Леонтьева, молодая девушка, которой не было еще 20 лет, она связалась с эсерами, и поскольку она должна была скоро быть фрейлиной и представленной императрицей, она хотела во время одного из балов, когда она должна была ходить продавать цветы, а продажа цветов это тогда была распространенная практика, как сейчас вы приходите в какой-нибудь ресторан и к вам приходите и покупите цветы. Но только тогда деньги от продажи этих цветов шла, конечно, на благотворительные цели. Вот. И она предложила всего-насего застрелить императора в пользу и случаю. Естественно, эсер ухватили за такую возможность, но вот Леонтьеву арестовали. Молодую девчонку судили ее, но высокопоставленные ее защитники, конечно же, ее отмазали и сказали, что она, к сожалению, немножечко больна умом, и надо бы ей подлечиться. И отправили ее в швейцарский курорт в Интерлакене в городе подлечиться. Там она связалась тут же с боевой организацией СССР, предложила свои услуги, но Савенков ей сказал, дорогуша, вы нервишки свои поправьте, и тогда мы с вами пообщаемся. Она оскорбилась этим, она восприняла это как, ну, знаете ли, прямо как так можно. И поэтому она связалась с другой партией, это фактически была фракционная группировка от СССР, они назывались СССР-максималисты, по названию уже понятно, про них мы будем отдельно рассказывать, потому что они, например, мечтали взорвать как раз Государственный Совет, только тот тогда располагался не здесь, а в здании нынешней филармонии, это зал бывшего Дарьянского собрания. Она оскорбилась этим, и она заметила, что вместе с ней в этом пансионе живет персонаж, который есть никто иной, как министр, новый министр внутренних дел Дурнову. Да, Дурнову выезжал за пределы Российской империи и скрывался под фамилией Мюллер, и его тоже зовут Мюллер. Она попросила как-нибудь сервировать ей столик за табльдотом рядом с этим Мюллером, встала, подошла к нему, застрелила, тот упал, и она уже вкорчившегося Мюллера выпустила еще четыре пули. Выяснилось, что этот Мюллер никакой не Дурнову, а реально Мюллер, рантье из Парижа, 70-летний старикан, миллионер, который приезжал каждый год в Швейцарию поправить здоровье. Вот поправил на свою голову все, что ему вменялось вину, это то, что он был похож на министра внутренних дел Дурнову и носил ту же самую фамилию, которую он пользовался во время своих заграничных поездок. Леонтьеву, естественно, схватили, судили уже швейцарским судом. Там была компания в прессе, которая разделилась на два лагеря. Большая часть, естественно, ратовала за то, чтобы ее присудить к максимально высшей мере наказания, но смертной камень отсутствовал в Швейцарии. Актуалочка. Под эту лавочку некоторые запустили компанию, чтобы выселить всех русских из Швейцарии. А надо сказать, что Швейцария, как и Англия, как и Франция, это было любимое место обиталища политэмигрантов. в ту эпоху они очень любили эти страны. Ничего не выгоднает. Да, так и сейчас это у нас Грузия в основном и Армения. Соответственно, ее присудили в итоге к тюремному заключению, и там она в 22-м году умерла, уже действительно поехав, так сказать, окончательно бесповоротно к крыше. И Герасимов пишет о том, что это был вопиющий случай, он как бы видел много, конечно, политзаключенных и девушек в том числе, но вот это у него в башку не укладывалось. Соответственно, Владимир Александрович по кличке Кровавый умер своей смертью, его так и не удалось убить. Все остальные граждане, они на какой-то момент сгинули, потому что в охранном отделении появился свой очень мощный информатор по фамилии Азев, но о нем отдельная история. Гостиница Бристоль была снесена, как я уже сказал, теперь там у нас Астория. А в 17-м году, да, Герасимов был отстранен от своей должности еще до революции, после смерти Петра Аркадьевича Столыпина, правой рукой которого он являлся. а потом остался 17-й год и, в общем, это уже, а это, как говорится, совсем другая история. Вот видите, это я вам сегодня рассказывал только про одно событие, связанное с двумя точками на Исаакиевской площади, и у меня на это ушло больше 40 минут. А представляете, как вот, ну, то есть, по идее, если я, например, продолжусь экскурсию, то у меня даже на это нет и времени, потому что если там я рассказываю по методике, что нужно говорить, Николай Первый, Штекеншнейдер, Монферран, Лидвольд, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, да. Вот вам конкретный пример, собственно, того, и это я вам еще рассказал очень кратенько, потому что я, на самом деле, даже это могу рассказывать с большим количеством других подробностей, цитат и т.д. и т.п. Поэтому вот не обессудьте, когда так получается, что ты о чем-то говоришь и тебе приходится перескакивать с темы на тему, потому что ты идешь, дома меняются, соответственно, меняются герои, меняются эпохи, меняются сюжеты, и так вот и получается, что очень сложно выстроить прям такие 100% тематическую видеопроходку, которая была бы посвящена исключительно там какому-то одному персонажу или одному событию и даже одной эпохи. Э, вуаля! А теперь мы с вами вернем Красную Бороду. Значит, я по традиции хочу сказать, что, во-первых, экскурсии идут полным ходом, к сожалению, вот в Москве у меня будет последний заезд в мае, и потом, я скажу честно, не знаю, когда приеду, возможно, только в середине июня по ряду причин, поэтому вот спешите, так сказать, попасть. А в Петербурге они идут как минимум всегда пятница вечера, суббота, воскресенье, либо днем, либо вечером, ну, иногда, возможно, будут еще в четверг вечером или в среду вечером, в зависимости от. Расписание есть на сайте, пожалуйста, покупайте билеты заранее, не всегда, но часто бывает так, что они заканчиваются и начинаются мне письма счастья во все мессенджеры, Павел, Павел, мы не успели купить билеты, что нам делать, можно ли прийти? Поэтому покупайте их заранее. Также хочу напомнить, вот мы сегодня говорили про эпоху, собственно, вот здесь как раз это та самая эпоха описана, только немножко под другим ракурсом. это книга про пиар во время русско-японской войны, вот я всегда очень люблю вот эту картинку показывать, да, это японская, а это американская, вот она, вот это мы, Раша, видите, Раша, Раша, Параша, так вот они нас представляли. И здесь, кстати, есть глава, где на основе вспоминаний Минслова как раз описывается, как некоторые круги уже петербургские, общественные, желали поражения собственному государству во время этой маленькой победоносной войны. Есть вот такое вот издание Невский спирсов, кстати, смотрите, это наш замечательный господин Урицкий, которому даже памятник стоял на дворцовой площади, и эта площадь была его именем названа. Точнее, это не Урицкий, это Володарский. Я вас обманываю. Но они для меня все на одно лицо. В очках Пинфне с такими носами ничего не хочу сказать. Я сейчас глазами Зинаида Гиппиус на них посмотрел. Да, каждый дом на самом деле от Петропавловки, какой Петропавловки? Это Адмиралтейство до Площади Восстания. И если вы хотите погрузиться в Петербург конца 90-х, начало нулевых, и посмотреть, увидеть массу интересных параллелей, вот я писал эту книжку в таком благорастворении, но было у меня ощущение какого-то нарастающего кобздеца, который здесь собственно и отображен. И скинхеды, и креативный класс, и все вот это вот здесь вот есть. Остросоциальный роман Корень. Прошу любить и жаловать. Их можно купить точно так же у меня на сайте, и после экскурсии в этом случае я их подписываю. На этом все, друзья мои, оставляйте ваши комментарии вот там. С вами был гид Павел Перец. Увидимся, пока.